МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начнём с того, что сегодня у нас День героев, не любых, но героев Советского Союза, Российской Федерации, кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена Славы. Каждый год, 9 декабря. Героев Великой Отечественной принято благодарить за наше счастливое настоящее. Я прямо сейчас расскажу именно об этом, так что у нас лучше всего подходит под это определение. Счастливое настоящее. Вот на Пермской телебашне 10 декабря запустят новогоднее световое шоу. Я на днях наблюдал, видимо, тренировку, но да, это было красиво. А вот ещё один бонус. До Екатеринбурга на поезде за 5,5 часов за 1051 рубль. С сегодняшнего дня из Перми в Екатеринбург и обратно начинает следовать ласточка. Отправление из Перми в 6.27 утром, а из Екатеринбурга в 17.16. Поезд будет проходить через станции Бахаревка, Юг, Кукуштан, Кунгур, Кишерт, Шамары, Шаляк, Кауровка, Первоуральск. Билеты можно приобрести в кассах и на сайте РЖД. Ну и чтобы, как говорится, закрыть железнодорожный вопрос, ранее писали, что разбор путей на перегоне Перм-2, Перм-1 может начаться уже 15 декабря. В 2021 здесь планируется организовать движение трамваев. Уже понятно, что трамваи будут красивые, низкопольные, прямо как в инстаграме губернатора. Ему на предприятии и производители даже уже показали, как будет выглядеть раскраска трамваев. Она выдержана в стиле муниципального автобусного парка в красном цвете с изображением медведя. Кстати, а в уже действующих трамваях скоро появятся поздравления с Новым годом, вы тоже можете поучаствовать. Для этого нужно выложить пост в соцсетях со своим поздравлением с хэштегом «Трамвай по желанию». Не знаете, что посмотреть? Смотрите прямые трансляции с заседания Пермской городской думы. На этой неделе станет ясно, кто будет показывать городских депутатов, но вы на самом деле на этой неделе можете и сами посмотреть, как говорится, глаза в глаза. В день Конституции 12 декабря в четверг в Перми пройдет традиционный общероссийский день приема граждан. Речь, правда, о чиновниках, но все же. У нас ведь как получается, депутат или чиновник для граждан, большой разницы нет. Власть есть власть. Впрочем, 12 декабря в Перми могут вспомнить и другое событие 1905 года – вооруженное восстание в Мотовилихе. В честь этого события в апреле 70-го открылась диорама. А еще на этой неделе другая годовщина. 14 декабря 1825 года – 194 года назад состоялось восстание декабриста в Петербурге. А при чем здесь Пермь? Осужденные на каторгу и ссылку в Сибирь декабристы проезжали именно через наш город в 1826-28 годах. Этим же путем проследовали их жены. К примеру, в сентябре 1826 Екатерина Трубецкая, а в январе 1827 Мария Волконская. Но это, как говорится, уже совсем другая история. «Танец с саблями» Из-за поступления теплого воздуха по высотам, возможно, переохлажденная морость или слабый переохлажденный дождь. Досадки будут связаны с прохождением теплого фронта еще одного циклона. Вот о чем это, собственно, специалист ГИС-центра. Теплая погода с колебаниями температуры около 0 градусов сохранится как минимум до 11 декабря, а то и до конца недели. Похолодание, которое прогнозируют на выходные, тоже ожидается незначительным. Градусов до минус четырех, минус пяти. Ну когда же это было видано, чтобы в декабре в Перми с ребенком на санках было не покататься из-за отсутствия снега? Машины, получается, мыть тоже как-то нецелесообразно. Как рассчитывать на то, что новые ботинки, при том, что мы имеем под ногами, прослужат больше, чем один сезон? Ну да ладно, в это время, я имею ввиду перед Новым Годом, особенно нужно думать о приятном. А мы прямо сейчас накидаем вам еще несколько информационных поводов для этого. Но прежде небольшая видеозарисовка на тему того, что жизнь сейчас стремительно как никогда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо, Машин, чтобы видели тебя. Говори, Россия, вперед! Россия, вперед! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова